Всем привет! Сегодня поговорим о газовом оборудовании ГБО четвертого поколения Digitronic. Четыре месяца назад я делал видео по этому оборудованию, о своих впечатлениях, пока никаких прогрессов нету, расход такой же, как я уже рассказывал, очень большой, недавно дополнилось тем, что у меня сломался датчик температуры редуктора, я его поменял, опять заехал к мастеру газовиков. Уже к другому, ничем он мне не помог, и у меня, в общем-то, сложилось уже устойчивое впечатление, то, что они ничего абсолютно не понимают, по-моему, что они делают, и специалистов, по крайней мере, рядом со мной, там, где я живу, практически нет никаких. Я решил разобраться во всем сам. Самое первое, что мне понадобилось, и, в общем-то, к чему все это видео, это я расскажу о том, как сделать шнур для соединения ноутбука с газовыми мозгами. Сделать самому, то есть, если вы будете покупать готовый, он обойдется где-то примерно тысячу в две. Я покажу вам, как можно сделать в 10 раз дешевле. Этот шнур с помощью старых датакабелей. Значит, нам понадобится USB датакабель от какого-нибудь очень старого телефона. В моем случае я нашел вот LG L1100. Я даже не знаю, что это за телефон за такой. Вот, долго-долго искал, где можно достать старый-старый капель. В магазинах таких, как там, Евросеть, какой-нибудь связной, и так далее. Ничего не помочь не смогли. Я нашел небольшую мастерскую по телефонам в каком-то подвале. Зашел, и там мастер был. Я у него вот так и спросил. Говорю, есть старые провода, датакабель от старых телефонов, в которых есть микросхема, которая называется PL2303. Он сказал, ну, в принципе, есть. Надо только поискать. Я говорю, ну, посмотрите, поищите. Если найдете, я говорю, у вас куплю. Вот. Обошелся он мне в 250 рублей. Эта коробка с кабелем на самом деле это дорого. Потому что уже новые провода там стоят 100-150 рублей. А это какое-то старье за 250. Ну, у меня просто выбора не было. Очень сложно было найти. Поэтому я купил. Но, в принципе, вы можете найти даже из своих старых, если у вас завалялись где-то провода от телефонов. Или купить. Я думаю, что можно и дешевле. там даже видно 250 рублей цена. А внутри... Внутри... Что тут было внутри? Какой-то диск был. Но он мне не понадобился абсолютно. Так, я выброшу. И так. Самое главное, что было. Вот он, этот шнур. То есть, с одной стороны... Сейчас расскажу. С одной стороны обычный разъем USB. Дальше, по шнуру у нас идет коробочка. Коробочка такая. В ней, собственно, находится эта микросхема PL2303. К ней вернемся попозже. А на другом, в конце, был разъем для телефона. Его я обрезал. Вот. И также, я взял небольшой провод. Примерно метр-полтора, наверное. Взял телефонный провод. Четырехжильный. Но, на самом деле, нам понадобится всего три жилы из него. Вот. Ну и к этому вернусь чуть позже. Итак. Посередине, между разъемами, находилась вот такая вот коробочка. Вот. Если ее разобрать... А, вскрыть. Так, если ее вскрыть, мы увидим микросхему, на которой будет написано PL2303HX. Именно эта микросхема нам нужна. Но, говорят, что подходят и другие микросхемы для связи с ГПО Digitronic. Но, в общем-то, и в интернете, если полазите, найдете много описаний именно по настройке вот этой схемы, микросхемы. Итак. Со шнуром мы разобрались. И теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно просто вот этот разъем подключить, ставить в ноутбук. вот. И у меня седьмая винда стоит на ноутбуке. Она автоматически сама устанавливает драйвера. Если у вас автоматически не установилось, не устанавливался драйвер, то вам нужно будет его скачать, скачать и установить на ваш компьютер. То есть, когда вы вставляете шнур, независимо от того, подключен у вас второй конец контроллеру ГБО или никуда не подключен, у вас на компьютере должен появиться компорт виртуальный. То есть, мы заходим, допустим, панель управления, оборудование и звук, диспетчер устройств. И видим у нас список. Здесь есть такой пункт порты COM и L5. И, если у вас все установилось, то будет в этих портах такой пункт PROLIFIC USB To Serial COM Порт. Вот. То есть, это он видит именно вот эту микросхему. микросхему, которая нам нужна. То есть, драйвера установлены. Дальше, что нам нужно, как я уже говорил, обрезать второй конец провода, который предназначен для того, чтобы вставлять его в телефон. обрезаем. Обрезаем в моем случае было семь проводов. Нам нужны только три. Нам нужны только три. Я сейчас разматывать не буду, все это я вам так расскажу. То есть, для начала, для начала, нам нужно найти плюс и минус. Обычно, обычно, это провода красного и черного цвета. Красный плюс, черный минус. Я проверял их с помощью диодной лампочки маленькой, от какого-то блока питания, уже не помню. Подсоединил один конец лампочки к красному, один к черному, она загорелась. то есть, это питание, можно проверить с помощью каких-то других приборов. Так вот, сразу провод, который плюс, надо его обрезать и заизолировать. Он нам не нужен будет, абсолютно. И его лучше убрать, чтобы потом не было никаких замыканий. Черный, это минус. В моем случае, скорее всего, в вашем будет так же. Его нужно запомнить и он нам пригодится. Это один из тех трех проводов, которые нам понадобятся. Дальше, нам нужно найти еще два провода, которые нам понадобятся для соединения с ГБО. Я искал их методом тыка, и в моем случае, это был провод белого цвета и синего цвета. Как их искать? Находим под капотом, возле мозгов газовых, разъем для диагностики. он у нас четырех контактный, то есть там четыре провода. Один красный, это плюс, он нам опять же не нужен, в это гнездо ничего не вставляем, он находится с краю. А с другого края черный провод, это минус. Черный провод и в нашем шнуре тоже минус, то есть мы их соединяем. Остается еще два разъема, и здесь уже методом тыка нам нужно подбирать. Подбирать провода. Я еще раз повторю, в моем случае это синий провод и белый. как подбирать, то есть в программе в программе Digitronic сейчас я ее включу. итак заходим в программу Digitronic подключаем шнур значит каким способом правильно подобрать провода то есть либо по микросхеме это rxtx найти выходы и подпаять к ним провода и там соединиться либо методом тыка итак черный провод соединили с черным красный то есть плюс и на ГБО разъеме диагностическом и в нашем шнуре мы не трогаем они нам не нужны их не надо соединять не дай бог вот нам нужно найти еще два провода итак можете какой-то схемой для себя сначала один провод попробовать потом другой но для того чтобы понять то есть если вы просто соедините провода у вас никакие значения не появятся то есть ничего отображаться не будет на вашей в вашей программе абсолютно она будет вот так в мертвом виде даже если вы соедините провода правильнее вам понадобится следующее то есть вы попробовали значит одно соединение соединили провода заходите в окошко порт и здесь будет галочка либо надпись подключить либо сразу ком ком 4 пролифик юсб нажимаете и происходит соединение то есть если провода допустим правильно соединили то он подключится если неправильно то вылезет такое предупреждение не подключен контроллер делайте следующее соединение проводов и пробуйте и так до тех пор пока пока у вас это не получится но после того как вы соединились и у вас появились все данные которые необходимы то есть появились графики начали отображаться время впрыск ну то есть все данные значит вы соединились правильно у вас все работает можете приступать к дальнейшим настройкам карты и других параметров собственно по тому как сделать шнур все то есть вам нужен еще раз повторю дата кабель старого телефона обрезать фишку который предназначен для телефона вот найти плюс и минус плюс убрать оставить минус и найти еще два провода которые будут у вас в качестве передачи сигналов работать у меня это получилось мой шнур работает потратил 250 рублей на собственно на этом на этом все надеюсь у вас тоже получится делайте все сами никаких сложностей быть не должно ну а на этом все надеюсь что этот урок был вам полезен всем пока не 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 не